Новогодние сладкие подарки от главы республики получат более 28 тысяч детей Карачаева-Черкесии. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, отменили все массовые мероприятия, в том числе и новогодние утренники. О том, как будет организован процесс вручения новогодних подарков, в материале Руслана Джукаева. В этом году из-за пандемии все привычные нам процессы перешли на новый формат. Ограничения коснулись работы вузов, СУЗов и средних общеобразовательных учреждений. Но новогоднее настроение никто не отменял. Более 28 тысяч детей Карачаевой-Черкесии получат свои новогодние сладкие подарки от главы республики. Сегодня нашу республику завезли новогодние сладкие традиционные подарки для нашей детворы. Ежегодно мы обеспечивали республикам первые и нулевые классы. Но в этом году новогодний сладкий подарок получат от главы нашей республики, от Рашида Бориспевича Тимрезова, каждый ребенок с нулевого по четвертый класс. Подарки вручат ученикам всех начальных классов, включая нулевой. Без подарков не останутся и детки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Они получат свои подарки уже дома. В соответствии с заявочками, которые мы получили с муниципалитетов, а те в свою очередь собрались с общеобразовательных организаций, дети получат уже в школе. Каждая школа сама будет раздавать. Сейчас мы отправляем муниципалитеты, а муниципалитеты уже доведут до всех общеобразовательных организаций республики. Одной из первых приехала за сладкими наборами третья школа города Черкеска, где учатся около 500 учеников начальных классов. Сегодня мы получаем подарки в количестве 478 штук, которые мы привезем в школу и будем раздавать учащимся первых-четвертых классов. Процесс мы организовали таким образом, что президентский совет школы, это совет РТШ, в роли Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей будут ходить по классам и раздавать ученикам подарки. Старшеклассники третьей школы проявили инициативу и предстали в роли сказочных персонажей и сделали процесс вручения более праздничным. Ведь новогоднему настроению детей не должна помешать даже пандемия.